И так, я бы хотел сегодня поделиться теми вещами, которые Господь положил на мое сердце. И я думаю, что многие из нас размышляют о том, что происходит сегодня. Жизнь обычного украинца после всех обычных утренних дел начинается с чего сейчас? С телевизора, с новостей, правда? Все открывают свои планшетики, начинают их гладить или свои компьютеры. И знаете, что люди ищут? Они, просматривая все новости, смотрят, куда кто продвинулся, сколько солдат погибло, где армия, где то-то все. И какие-то тот сказал, тот заявил, тот возмутился. Те сказали, давай до свидания. И вот такое вот все. Но среди всех строк ищется одно слово. Вы знаете, какое? Это слово мир. Правда? И только появляется какое-то сообщение о том, что достигнут мир там-то и там-то, и ты сразу уже, наконец-то. Может быть, это вот хоть какой-то шаг, что будет лучше. Да? Что хоть какая-то такая вот надежда о том, что все не развалится, а что можно еще будет получить. И потом через какое-то время ты смотришь там, а на самом деле это сообщение неправдивое, все вот так, вот так. И ты такой, эх. Вроде договорились. И тут на тебе снова, там вот не согласились. И вот мир. Мир то, что хочется пережить. Мир то, что хочется получить, чтобы не оглядываться с опаской в будущее, не думать о том, что произойдет. И вы знаете, что для нас, как для верующих людей на Украине, это также очень необычное время. Потому что многие этические вопросы, которые мы сталкиваемся, мы не имеем такого опыта решения. Правда? Мы, как украинцы, не переживали такого уровня конфликтов очень и очень давно. Исторически не переживали. И как верующие тоже это сложно дать ответ. Что можно делать? И я вам скажу, что за последний вот этот год самые разные мнения есть. Вот, а давайте соберемся все, вдруг пойдем на войну и там будем, ну как бы все по-взрослому, до, а давайте сделаем вид, что ничего не происходит. Вообще вот просто разные полюса есть. Большинство находится где-то посередине, но тем не менее, ты можешь встретить как одну сторону, так и другую. И каждая сторона, она имеет свои аргументы, свои места писания, готова их отстаивать и готова что-то говорить об этом. При всем том, как бы мы понимаем, что в сердце как раз вот этого слова мир-то и не хватает. Правда? Есть возмущение, есть чувство несправедливости, чувство, что меня обманули, что ну вот как бы я требую компенсации, и возмещение того, того, вот что-то такое бурлит, но в любом случае назвать это миром очень сложно, покоем имеется в виду. Итак, если говорить реально, если говорить реально, то история знает очень множество примеров того, когда верующие люди проходили через нечто подобное, через какие-то такие потрясения, которые для нас, живущие в 21 веке, кажутся каким-то странным приключением. Вы знаете почему? Потому что мы знаем конец. Как во всяком еврейском празднике. Нас угнетали, мы победили, давайте покушаем. Да? Вот это как бы весь смысл еврейских праздников в трех фразах. Нас угнетали, мы победили, теперь будем кушать. И тем не менее, во всех этих исторических событиях верующим людям приходилось участвовать, иными словами, приходилось проходить эти обстоятельства. И я вам скажу, что они были такими же простыми людьми, как большинство из нас. У них также были дома, также были семьи, они также что-то теряли, что-то приобретали, их дети погибали, они сталкивались с врагом, который очень злой. И мы сейчас, может быть, читаем книгу пророка Исаии, говорим, ну там царь Вавилонский пришел, захватил, переселил, ха-ха-ха. А потом же они вернулись, мы знаем, через 70 лет, и храм отстроили. Молодцы. Вы только себе представьте, что там было, на секундочку. Как целый народ переселяли, как храм, десницу, то, что являлось жемчужиной веры, его разрушали, и все смотрели на это и понимали, все, все то, на что ты надеялся, оно нету его, ты не можешь опираться. Где Бог? Эти вопросы задавались верующими людьми множество раз, при разных обстоятельствах. Итак, вы знаете, что когда появилась первая мессианская община, когда появились апостолы, когда появился Ишуа, ситуация и вообще обстановка, историческая обстановка, в которой они жили, она не была очень простой. Именно в этой ситуации родилась община. Именно при этих обстоятельствах она возрастала, и те чудеса, которые мы читаем в Деяниях апостолов, они творились. Давайте попробуем понять, чем жила эта община. Вот такие же верующие люди, как и мы. Давайте попробуем поразмышлять, что происходило. Безусловно, на этой проповеди, во время проповеди, мы не сможем все детали разобрать. Если вы хотите детали, приходите к нам в институт. Это я вам на правах рекламы говорю, мы там разбираем все в деталях. А здесь мы коснемся, в общем, тех исторических событий, которые происходили. И начнем мы немножко раньше, чем появился Иисус. Вы помните, что цари появлялись и цари уходили. Не стоит недооценивать вообще политику и говорить, тогда в древности все было просто. Пришел дикий царь, что-то там сказал, а потом он ушел и так далее. Абсолютно нет. Была очень хитрая и глубокая, хорошо развита политическая структура. Не всегда завоевывали силой. Договаривались, уступали, торговались, посылали откуп какой-то и так далее. Но в IV веке, до того, как родился Ишуа, до появления мессианской общины, появился очень сильный и молодой, и амбициозный царь. Вы помните, Александр Македонский. На тот момент он смог завоевать все, что только можно было завоевать. Он был молод, силен, амбициозен. И вы знаете, что все было покорено им. И вместе с этим завоеванием в мир, в современный мир, тогда пришел эллинизм, определенная культура, определенное мышление, определенное видение того, каким должен быть мир. Македонский, эллинизм, греческий язык, он стал повсеместным. Языком, который был везде, вот как вот примерно было в Советском Союзе. Русский язык, он был везде. Все говорили по-русски. В любом, как бы, в любой республике. Это считалось нормально, это насаждалось. Точно так же при Македонском насаждался и эллинизм. И через некоторое время, мы знаем, что жизнь этого человека закончилась плохо. Маленький комар укусил его. Он заболел малярией и умер. Вот так случается с диктаторами. Его не могли одолеть армией. Но маленький комар он его одолел. И после его смерти, его империю разделили на четыре части. Его генералы, они взяли каждый по себе по куску и начали править. Через некоторое время, я очень упрощаю весь этот процесс. Если вы хотите больше, пожалуйста, читайте книжки, приходите к нам в институт. Эти государства, которые разделились, они начали потихонечку воевать между собой. Воевали, воевали. И вы знаете, как-то так складывалось, что все вот эти военные действия, ну, туда пошли, сюда пошли, обратно. Я все очень упрощаю. Оно проходило через Израиль. Через те территории, где жил еврейский народ, который только вернулся после Вавилонского плена. Они только пытались как-то жить. А тут вот такие вот боевые действия. То есть, не было мира, не было покоя в израильском народе. И мы знаем, что когда приходит какая-то армия чужая, очень большой вопрос становится с самоопределением. Кто ты есть? Кого ты поддерживаешь? К какой культуре, каким традициям ты больше склонен? Можешь ли ты, имеешь ли ты достаточно внутренних сил, чтобы быть евреем, когда вокруг одни греки? И они не просто настроены доброжелательно в твою сторону, они настроены плохо. Вы помните такого известного царя, которого звали Эпифан? Помните, да? Очень скоро будет Ханука. Праздник посвящен освящению, освящению храма освобождения Израиля Маковеями, семьей Маковеев от правления этого греческого царя. Он осквернил храм, мы знаем, да, принес свинью на жертвенники, вызвал недовольство, запрещал учить Торе и многое-многое. То есть, говоря простым языком, он притеснял верующих людей, верующих евреев. То есть, он запрещал их религию, настаивая на том, чтобы они использовали только греческий образ поклонения разным богам. Мы знаем, что было восстание. И после этого восстания Израиль приобретает независимость. Это было не очень длинное время, но, тем не менее, Израиль был свободен. Они пытались жить как евреи, они пытались восстановить ход культуру и традиции и так далее. Но при всем этом, буквально очень скоро, на смену всем остальным пришла сильная римская империя. И нужно понимать, что Рим на тот момент, это была действительно империя, действительно сильная, действительно беспощадная, которая не ценила жизнь человека, не пыталась какие-то, знаете, играть большие игры. То есть, все завоевывалось грубой силой. При этом римляне оставляли определенную автономию для некоторых завоеванных областей, одной из которых был Израиль. И мы знаем, что храм стоял, но радости много не было. Люди, они как бы могли, с одной стороны, прийти в храм, но, с другой стороны, они задавались простым вопросом. Боже, Ты через пророков пообещал нам, что мы будем святым народом. Мы не просто будем, ну, вот приходить в храм и оглядываться на римлян. Мы будем теми, кто будем править. У нас восстанет царь, который будет править всеми другими народами. Мы будем головой, а не хвостом. И весь Израиль, он смотрел в будущее, смотрел на те обстоятельства, которые происходят. И они говорили, Господи, но ведь Ты же добрая о нас говорил. Почему же мы живем под давлением Рима? Почему происходит вот это? Почему мы смотрим на улицу и мы видим, что наших братьев и сестер унижают? Наша вера, она унижается. Это было большим вопросом. И мы понимаем, что иногда верующие, мы представляем такую картину о том, что, в общем-то, мир еврейский, он был достаточно просто устроен. Вот я помню для себя, когда я открыл первый раз Новый Завет и я начал читать, я понял, что там есть несколько сторон. Прежде всего, был Ишуа. Это положительный герой. Были апостолы, это тоже положительные люди. Но у него были оппоненты, те, кто противостоял ему. Был определенный антагонизм, то есть было определенное противостояние. Кем были эти люди? Это были кто? Фарисеи, правда? Плохие люди, однозначно. Еще где-то там проскакивают Саддукеи, тоже плохие. Непонятные книжники и какие-то там непонятные какие-то сановники, да, такие они тоже непонятные. Ну и где-то там далеко римляне. Римляне вообще ничего не значили. Основная беда была с фарисеями и саддукеями. Постоянно к Иисусу цеплялись. Постоянно пытались апостолов побить и непонятно что делать. Вот такое у нас представление. Часто бывает. Ну, я вот часто видел такое. И были еще простые люди, так называемые амхарец, люди с земли. И вот, знаете, по старому советскому воспитанию я себе представлял, что именно амхарец, вот эти простые крестьяне, слушали то, что им проповедовал Ишуа, и они откликались. А те буржуи, они постоянно гнали нашего любимого Иисуса. Вот так вот представлял я себе это дело. И на самом деле ситуация была намного-намного сложнее. И еще одно представление, которое существует о Первой Церкви, и вообще в том историческом времени, о том, что люди по большинству своему были теми, кто отступил от Бога. То есть, что они просто, ну, знаете, как бы ходили в храм, и нам часто так говорили проповедники некоторые, они делали мертвые религиозные дела. Вот, и ты сразу представляешь таких людей, которые, ну, просто делают, сами не знают что. Непонятно зачем, оно им не приносит пользы, но они делают и не спасаются, идут в ад, и такой вот какой-то образ такой нарисованный. Так вот, послушайте, друзья, не тот, не тот образ неправдивый с точки зрения истории, с точки зрения Писания. Мы об этом сейчас с вами немножко поговорим. Итак, прежде всего нужно понимать, что общество, оно бурлило от ожиданий Господа. Евреи первой общины, евреи первого века, евреи перед тем, как пришел Ешуа, они стояли на цыпочках, можно так сказать. Знаете, есть такое выражение, я стою на цыпочках, и я выглядываю, когда же придет Мессия. Они доставали Писание, и они пытались найти пророчество, пытались прочитать, пытались увидеть, пытались найти какую-то систему или такой, знаете, как бы определенный порядок, чтобы представить, когда же придет этот Избавитель, который подымет Израиль с колен и поставит править. Вы помните, что когда Ешуа появился, ученики, они очень внимательно на него смотрели, и они понимали, что он очень подходит под Мессию. Помните, да? Даже маму приводили в какой-то момент, которая привела своих сыновей и говорит, я попрошу тебя кое о чем. Он говорит, о чем? Говорит, я хочу, чтобы мои два сына сели по правую сторону и по левую в царстве. И послушайте, она не говорила о царстве небесном, она говорила о физическом восстановлении Израиля и о физическом царстве. Вы понимаете, да? То есть, она надеялась, что они станут определенными сановниками или кем-то, кого, ну, кто будет управлять тем новым Богом поставленным царством. Вы помните, да, что Ешуа сказал? Говорит, это не моя власть. Это сделает мой отец. Он решает, кому где сидеть. Он решает, что делать. И вы помните, что когда другие апостолы, они узнали об этом, они страшно расстроились и обиделись на тех, которые спрашивали и маму засылали. Потому что они переживали, и всю дорогу они ходили и говорили, я важнее. Нет, я важнее. Послушайте, это не просто борьба за власть. Это не просто состояние, как бы, денег заработать. Это состояние было пропитано еврейским обществом. Есть Божьи обетования. Есть Божья цель для нас, как для народа. Это цель называется его правление. Эсхатологическая перспектива, которая была у них. Это то, что вот они стремились. Была проблема только в другом. Проблема была в следующем. Сложно было вычислить, как это наступит и когда это наступит. И в этом была сложность. Итак, когда мы смотрим на историю, мы понимаем, что маковеи, которые были за некоторое время перед этим, они были вот этим примером благочестивых евреев. На них равнялись. Многие имена были, как у маковеев. То есть это были национальные герои. Что они сделали? Пришел узурпатор, они взяли оружие и противостали открытой войной, победили. И таким образом была независимость. Понимаете, да? Вот такая вот идея была. Обратно же, напоминаю, мы говорим о верующем обществе. Верующем обществе того времени. И многие смотрели на них. Когда мы читаем в Писании, мы встречаем разные группы людей. Мы немножко коснулись их. Итак, были фарисеи. Помним таких людей, да? Многие считают, что это были злые люди. Это неправда, друзья. Фарисеи, они стремились исполнять заповеди Торы. И они видели ситуацию таким образом. Нам нужно не просто исполнить Тору. Потому что если мы просто ее исполняем, ну как бы мы не впечатляем Господа. Давайте возьмем заповеди, которые были заповеданы священникам в храме. А мы знаем, что это разные заповеди, да? Для всего народа и для священника. То есть это более высокий уровень ответственности. И давайте мы их исполним. То есть давайте осветим, очистим свою жизнь таким образом, чтобы Бог, видя нашу чистоту, послал Мессию как можно раньше. Понимаете, да? Они не просто цеплялись. Они не были при этом полицией нравов, как некоторые говорят. Но тем не менее, они стремились угодить Господу. На более качественном уровне, на более детальном, на более внимательном. Их цель не была осложнить свою жизнь до просто не могу. Их цель была радовать Господа. Они не были официальным лицом, которое представляло Израиль перед, например, римскими властями. Они не представляли официально. Тем не менее, они были возле храма, но не руководили процессами, которые были в храме. Следующая группа – это были саддукеи и священники. Тоже мы читаем об этом, да? Саддукеи, они были наследием тех людей, которые стали управлять храмом после Маковейской войны. Иными словами, они были официальным лицом, когда римляне говорили, они говорили с саддукеями в первую очередь. То есть они были теми, кто находился в храме, кто приносили жертвоприношения и так далее. Можно сказать, что они были буфером между израильским народом и Римом. Их род не происходил от первосвященника Цедока, которому Бог пообещал, что его потомки будут сидеть. Но тем не менее, они находились в храме. И мы знаем, что они не верили воскресения мертвых. Они были достаточно консервативными и очень сильно держались за свою физическую власть. Была еще одна группа людей. Группа людей, которая называлась Есеи. Возможно, вы слышали об этом. И вы знаете, что если существует на земле где-нибудь секта, то это была секта Есеев. Это была абсолютно изолированная и географически, и богословски, и физически группа людей, группа евреев, которая верила в следующее, о том, что на самом деле, когда евреи вышли из Вавилона, то они были все равно ритуально нечисты, вообще они не были достойны. И вот только есейская группа действительно обладает таким уровнем святости, что может привлечь внимание Господа. Они не жили среди всех, дабы не оскверниться. Они имели свою собственную коммуну, в которой они пребывали. Они имели определенные порядки, которые были очень строгими. И они ожидали следующее. Когда придет Мессия, он уничтожит всех. И храм тоже, потому что храм нечист, поскольку там сидят саддукеи. А саддукеи, они не из рода цедока, они не имеют права там сидеть. Поэтому выйдут, скажем так, на поле жизни есеи, и будет мессианское прекрасное царство. И будут править они с ним вечно. Была еще одна группа людей. Надеюсь, вы не устали и не запутались еще. Я в общем, смотрите. Группа называлась Зелоты. Слышали о таких людях, да? Конечно, слышали. Очень интересная группа. Они были националистами еврейскими. И они не просто смотрели на происходящее. Они смотрели и говорили, мы должны, подобно нашим братьям Маковеям, взять руки мечи и начать восстание против Рима. И тогда Бог, видя нашу ревность, пошлет нам помощь, как Он послал Маковеям, и пришлет нам Мессию, который утвердит Царство Божье на земле. И мы будем царствовать. И они были готовы идти на самые невероятные действия. Среди них была такая группа, которая называлась Сикарии. Возможно, вы тоже слышали это слово. Или братья Кинжалов, что-то вот такого, как-то так это переводится. Что они делали? Они по-тихому вылавливали римлян в подворотнях и просто их резали. Вот так вот, знаете. Все это делалось во имя Господа Израилева. Все эти группы, о которых мы говорим, они ожидали избавления. Они читали Тору, каждый видел там что-то свое, каждый имел свое представление, как нужно себя было вести. От есеев, которые просто смотрели и ожидали, когда все завалится, и прятались в пещерах, например, в том же Кумране, до зелотов. А также до различных, скажем, степени политичности фарисеев и саддукеев. Итак, вот в таком, друзья мои, окружении родилась еврейская мессианская община. Представляете, да? То есть мы себе думаем, что они жили мирно, тихо, что были только они и мы верующие и они. Так послушайте, разными грехами грешил еврейский народ, но единства в этом не было 100%. Не было единства в одном мнении, не было единства в том, каким будет будущее, как это будущее наступит и что необходимо делать. У каждой из этой группы было свое видение конца времен и той части, которая принадлежит Богу, и той части, которая принадлежит людям. Каждый понимал, что под понятием освобождения подразумевалась именно физическая война. Потому что речь не шла о духовном царстве, речь шла об обычном физическом царстве. И вопрос был в том, кто начнет эту войну, когда и как она должна происходить. То есть либо Бог ее начинает, либо люди. И мы знаем, что когда они смотрели на Ишуа, вот появился такой сильный лидер. Они же высматривали Мессию. Не просто, не подумайте, они не пропустили его, потому что не смотрели. Они старались смотреть, но не смогли расшифровать, не смогли понять природу этого царства, ее духовный аспект. И когда они смотрели на Мессию, вы помните, в Иоанна 6 глава, 14-15 стих, там написано следующее. Это было после того, как он чудо умножения хлебов сделал. Помните такую историю, да? Там написано, тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. И Иисус же, узнав, что хотят прийти, и дальше, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Понимаете, что они хотели сделать? Они хотели нечаянно начать войну. Хотели взять его и сказать, в принципе, подождите, у нас есть неплохой лидер. Согласитесь, это неплохо звучит. Если нам нужен хлеб, так он возьмет Иитоса, может он так с оружием может сделать, может быть он молнии сможет свести с неба. Ну а почему нет? Вы помните, как ученики, они приходили к Ишуа со своими мессианскими представлениями, они говорили, а давай мы сейчас вот как Илья помолимся, и огонь сойдет с неба на них. Помните, да? Он говорит, вы не понимаете, какого вы духа. Вы вообще, ну, вы просто молчите тихонько, вы не знаете, что вы говорите. Вы не понимаете в том Божьем плане, который есть. Итак, кандидатура подходила очень хорошо, но беда была для них в том, что весь, или слово, которое нес Ишуа, оно было другое. Он не восставал против какой-то политической власти. Ишуа не восстает против Рима. Мы видим это, да? Мы видим, что до самого последнего момента он спокойно разговаривает с Пилатом. Он знает себе цену, но он не бросает ему вызов, он не начинает его обзывать о том, что там ты собака паршивая, завоевал нас, мы еврейский народ и так далее. Абсолютно нет. Мы знаем, что Ишуа пришел для своей цели, и он просто действует так, как он понимает, должно быть. Мы видим в Писании, что Ишуа не лицемерил ни перед какой из религиозных групп, ни перед фарисеями, ни перед садукеми или кем-либо другим. Абсолютно нет. Он говорит мнение Божье на ситуацию. И для него не так важно, какой ты группе принадлежишь. Для него намного важнее то, чему он учил своих учеников. Он обращал их внимание на сердце, на внутренность. Еще раз, он не менял социальное общество, он не менял политический строй, он не призывал всех верующих господ распускать своих рабов. Мы помним, что тогда на секундочку было рабство. И он не говорит нигде о том, что ай-яй-яй-яй-яй, как вам не стыдно, вы верующие, отпустите всех рабов на свободу. Ибо не должно вам и так далее. Абсолютно нет. Мы знаем дальше в Писаниях апостолы говорят, вы рабы под игом находящиеся, служите своим господам честно. Особенно, если они верующие. И вы, господа верующие, если у вас есть рабы, поступайте с ними достойно и правильно, имея правильное состояние сердца. То есть не было призыва к изменению социального строя. Итак, для него было важно то, что происходит в сердце. И мы помним такую историю, которая описана в Марка 10 главе 17 по 23 стих. Это история об одном из богатых человеке. Там написано. Когда выходил он в путь, подбежал некто, подпал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в царствие Божье». Вот такая история. Смотрите, он полюбил его, написано. Посмотрев на него, он не сказал, ай-яй-яй, что ж ты такой? Вот, он говорит, мне нравится. Я полюбил, написано, полюбил его. Ему нравилось то, что человек имел искренность. Этот богатый парень, он не просто игрался, знаете, в пафосные игры. А что мне еще нужно? Абсолютно нет. Он искренне спрашивал, что мне еще нужно сделать, чтобы прийти, войти в царство, чтобы царство приблизилось. Что я еще в своей жизни должен сделать? Он говорит, есть новый уровень любви, раздай свое богатство. И тот отошел, потому что это было сложно ему сделать. Он имел определенные надежды. Итак, мы также помним историю о мытаре и фарисее. Помните Евангелие? Где написано о том, что фарисей, он пришел пред Господом, и он говорил, спасибо тебе, что я не такой, не такой, не такой. И мытарь, который бил своим кулаком в грудь и говорил, Боже, прости меня. И Ишуа приводил его в пример. Итак, чему мы можем научиться из всего этого? Прежде всего, природа царства, друзья, природа царства Божьего, которого мы ожидаем, она отличается от тех царств, которых мы знаем и которые мы видим вокруг. Царство Божье, оно просто по-другому другое. Его природа, его сущность, она другая. И написано в Иоанна 18, 36, когда Ишуа говорит о том, что царство его не от всего мира, не от этого мира, от другого мира. Им, этим царством, правит справедливый, любящий царь, который знает, как и что нужно делать. И царство это наступит тогда, когда именно этот царь посчитает нужным. И вы знаете, что все колени переклонятся пред ним. И враги этого царства, они будут преломлены, как один из пророков говорит, как посох пастуха, об колено его преломливают. Так враги этого царства, они также будут преломлены. Итак, Ишуа, наставляя своих учеников, он обращал их внимание на очень важный момент. И поверьте мне, им также было страшно, живя под римским владычеством, как сейчас страшно многим из нас. Они также переживали о потере имущества, о несправедливости и так далее, и так далее. И он, говоря к ним, обращаясь к ним, он обращал их внимание на то, что люди, я хочу, чтобы вы понимали, все то, что вы сейчас видите, это не просто так один царь завоевывает другое государство. Это вопрос намного глубже и намного серьезнее. Это вопрос принадлежности сердца человека либо для Господа, либо для греха. Он говорит, послушайте, на самом деле не так важно, кто кого завоевал, на самом деле важно, что у тебя с твоим Господом. Есть ли у тебя вот эта связь? Потому что он говорит о перспективе, будущем этого царства, которое придет на землю. И он говорит о том, что в этом царстве будет все по-другому. И Римлянам 8 глава 22-23 стих говорит, ибо знаем, что вся тварь или творение совокупно стинает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начато духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Все творение узурпировано грехом, друзья. И он говорит, вот это более важно. И совершенный мир, вот такой вот именно совершенный, наступит, когда придет именно то царство. Друзья, именно тогда, пророки говорят, народы перекуют мечи на орала. Именно тогда люди разучатся воевать. Тогда каждый будет спокойно жить под своей смоковницей. И до той поры, пока это царство не придет, будут происходить самые разные обстоятельства. И Ишуа ободряет своих учеников. Он говорит, мужайтесь, я победил мир. Держитесь, держитесь главного направления. И я дам вам силы пройти через все остальные потрясения. Этот мир, он катится, весь этот мир, независимо от какой стороны, независимо идет открытая война или нет, он катится в пропасть греха. И он говорит, я даю мир. Я готов преобразовать внутренность человека. Именно в тысячелетнем царстве, именно в Божьем царстве успокоятся народы. Люди выдохнут, перестанут спорить, перестанут переживать о своем будущем. Итак, друзья, что нам делать сегодня? Как нам относиться к тому, что происходит? Прежде всего, прежде всего, давайте не забывать, кто он. Кто наш отец? Он говорил, что могут быть сложные времена и будут, но он говорил, я с вами. Он говорил, я проведу вас через это время. И обладающий чем-то, будь как тот, кто не обладает ничем. И вы знаете, сейчас на фоне того, когда ты смотришь в новостях, как люди потеряли много, они обладали чем-то. И как разрывается их сердце, они плачут, им жалко себя, жалко свою жизнь, жалко того имущества, которое там осталось. Им плохо. Но он говорит, имеющие, будьте как не имеющие. Иными словами, освобождай свое сердце от этих уз и привязывайся к другому. В этом было послание Иешуа. Переставай быть тем, кто смотрит на землю. Переводи свой взгляд на небо. Начинай видеть Господа во всех обстоятельствах. Начинай видеть Его. Начинай соединяться с Ним. В этом сила верующего человека. В этом сила, друзья. Потому что, обладая чем-то, мы можем быть очень слабыми людьми. Вы знаете, когда-то был такой монах, Франциск Осийский. И он имел очень интересное мышление. И для меня это то, над чем я размышляю годы. Годы и годы. Он говорил следующее. Когда мы обладаем чем-то, мы всегда уязвимы. Потому что, когда у нас это забирают, наше сердце огорчается и плачет. И мы чувствуем свою несостоятельность. Я монах. У меня ничего нет. В свое время он дал обед бедности, раздал все, что мог. У него была вот одежда на нем. И вот он так служил Господу. Собирая милостыню, он отдавал ее бедным людям. Он был в свободе над этих вещей. И он говорил, у меня есть моя жизнь. Но и она не принадлежит мне. Она принадлежит моему отцу. Поэтому, если он захочет ее отнять у меня, я не буду возражать. Потому что я ему доверяю. И на тот момент, когда он жил, была очень страшная война с мусульманским миром. Вы знаете, он один из тех, кто пошел проповедовать туда, к самому царю мусульманскому. И ему ничего не сделали. Из-за его смелости, из-за его дерзновения, которое он имел перед Христом. Друзья, я понимаю, что тяжело что-то терять. Я понимаю, что обидно. Я понимаю, что горе. Я понимаю и сопереживаю всему этому. Но вы знаете, если в нашей жизни будет расти горький корень, нам не будет легче. Если в нашей жизни будет расти ненависть, нам не будет легче. Если мы будем призывать к беззаконию, нам не будет легче. Мы не сможем упаять свою душу местью. Это не Божий путь. Не к этому призывал Ишуа. Нам необходимо сейчас стоять на цыпочках и ожидать Мессию. Где Он? Когда Он придет? Я хотел бы прочитать 26-й псалом с 1-го стиха. Там написано следующее. Псалом Давида. Господь мне свет и спасение, так кого мне бояться? Господь оплот жизни моей, так кого мне страшиться? Если злодеи наступят, чтобы растерзать мою плоть, враги мои, ненавистники, они пошатнутся и рухнут. Окружит меня вражье войско, моему сердце не страшно. Война подступит ко мне, я полон твердой надежды. Одного я прошу у Господа, к одному стремлюсь всю жизнь быть в храме Господнем, созерцать красоту Господню, ждать в святилище ответа от Него. В день беды Он меня скроет под навесом у себя, в глубине шатра своего спрячет, на высокой скале поставит меня, даст смотреть свысока на врагов вокруг. В Его шатре я жертвы и хвалы вознесу, и я буду Господа петь и славить. Господи, Господи, мой голос услышь, я зову Тебя, смилуйся, ответь. Звучат в моем сердце Твои слова, стремитесь увидеть лицо мое, и стремлюсь я увидеть лицо Твое, Господи. Не отворачивай лицо Твое от меня, в гневе не отталкивай раба своего. Ты помощник мой, не отвергни меня, не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Бог не отпускает нас без внимания. И в Иоанна 14 главе, 27 стихе, когда Он готовил своих учеников к тому, что Он уйдет, Он говорил так, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Друзья, если вы действительно хотите иметь в сердце мир, ищите Его не в новостях, ищите Его в Писании. Потому что Господь с нами и в радости, и в печали, и в рождении, и в смерти. Он проходит, проживает с нами нашу жизнь, зная ее конец. Его намерения о нас добрые, благие. Многие вещи, которые происходят в этом мире, известны только лишь Ему. И мы, будучи сотворенными, будучи теми, кого Он слепил из этой земли, всего лишь творение, которое не до конца способно понимать своего Творца. Но мы можем учиться Ему доверять. Можем учиться смотреть и говорить, Боже, велик мир у любящих Тебя. Господи, Слово Твое говорит, что Ты будешь защищать праведника. Слово Твое говорит, что Ты будешь помогать мне. Я ожидаю этого. Я ожидаю, что Ты не бросишь меня. И даже если все завалится, Господи, все равно Ты будешь со мной. Ты держишь меня за правую руку. Ты говоришь, Ты мой. Боже, Ты оберегаешь меня. И Римманам 14 глава 7-8 стих говорит, «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа? Умираем. И потому живем ли или умираем? Всегда Господни». Мы не живем для себя, друзья. Мы всегда Господни. И вы знаете, когда-то к Иоанну Крестителю приходили разные люди, и фарисеи, и саддукеи, и люди земли. Когда он погружал их, однажды к нему пришли солдаты. Я не думаю, что это были римляне. Это были, скорее всего, еврейские парни, мужчины, которые служили тогда в войске. И они говорят, «А что же нам делать во всех этих обстоятельствах?» И он говорит, «Никого не обижайте и не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием». Иными словами, служа, не греши против Господа, если ты принял путь таким образом делать что-то в своей жизни. И вы знаете, он не призвал их поднимать восстание, бросать службу. Он призвал их служить честно народу, призвал их служить честно как перед Господом. И для верующего человека большой вопрос, могу ли я взять оружие в руки или не могу. Я вам скажу так, друзья, многое зависит от вашей внутренней веры. я знаю, что если бы Израиль не защищался, то, скорее всего, Израиля не было. Если твоя вера, она позволяет тебе защищать свой дом с оружием в руках, если ты понимаешь, что поступая таким образом, ты не грешишь перед Господом, ты не творишь беззаконие, безумие какое-то, защищай. если твоя вера не позволяет тебе этого делать. Сейчас есть множество возможностей, как ты можешь быть помощью самыми разными путями, помогая, помогая. Но не важно, там ты или здесь, с оружием или без, ты должен помнить, что ты ходишь перед Богом. Ты ходишь перед Богом и несешь личную, персональную ответственность перед Ним за свои действия. И ты не сможешь просто так сказать, ну, а мне приказали, потому что есть Господь, и тебе нужно будет объяснять Ему свое поведение. Пускай ориентиром для тебя будет мир в сердце, слово будет для тебя ориентиром, не позволяйте горькому корню ненависти расти в вашем сердце. Не позволяйте этому расти. Исайя 41 глава 8-й, 13-й стих. А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама от друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот, в стыде и посраблении останутся все раздражавшие, раздраженные против тебя. Будут, как ничто, и погибнут, припирающиеся с тобою, будешь искать их и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющиеся с тобой будут, как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, я помогаю тебе. Бог помогает нам проходить эти обстоятельства. ищите его лица, ищите его мира, гасите этот корень ненависти, молитесь за те, кто унижает вас, делайте то, что может по силе ваша рука, но храните его заповеди, и он поможет нам, друзья, пройти через это сложное время. И помните, совершенного царства нет, оно придет позже, когда придет совершенный царь, и тогда действительно будет полнота мира во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова